Библей something to say with you. Тема сегодняшнего урока – арабские цифры. Тема немного необычная и нельзя сказать, что это правила таджвита, но тем не менее у нас есть необходимость и мы должны знать эти цифры. Когда мы говорим арабские цифры, обычно, весь мир используют вот эти цифры, которые называются арабскими. Привычные нам 1, 2, 3. Но есть много версий, предположений, теорий о происхождении этих цифров. Некоторые говорят, что они взяты из Индии, благодаря арабам получили широкое распространение. Также добавился ноль. В общем, все мы знаем, что долгое время весь мир, в частности, Европа, использовали римские цифры. Римские цифры. И они не всегда были удобны. Особенно, если нужно писать большие числа. Если это у нас 5, то это 6, это 7, это 8, 2 восьмерки, это будет здесь 3 восьмерки, 4 восьмерки. То есть, это можно сказать огромный объем текста. так, и это не всегда удобно. Особенно, если работаем с большими числами. И как раз таки арабские цифры, в числе которых добавился еще и ноль, они получили широкую известность. ввиду их легкости, их использования, не нужно было расписывать огромное количество римских цифр. И, естественно, это намного удобнее. И эту систему положения от позиции этой цифры. То есть, это у нас если 1, то после него, если стоит еще одна цифра, то это уже 12. То есть, если добавим еще одну цифру, это уже 122. То есть, от позиции цифры зависит его размер. Если ту же двойку мы поставим спереди, то это уже будет совсем другое число. 2122. То есть, от позиции зависит размер цифры. Действительно, очень удобная система исчисления. Но это история возникновения. Она как бы ее вы можете сами прочитать. И изначально вот эти известные нам сегодня цифры имели такой вид по некоторым данным или такой вид. То есть, каждая цифра соответствует числу углов, которые находятся в этой цифре. То есть, это прямые отрезки, которые образуют углы 1. Цифра 1 образует естественно 1 угол. Цифра 2 образует 2 угла. Цифра 3 3 угла и так далее. 4, 5. Каждая из этих цифр по количеству углов. То есть, здесь у нас есть углов 0, здесь у нас нету ни единого угла. То есть, 0 углов. И говорят, что боку изначально все цифры изначально имели такой вид и впоследствии они стали преобразовываться, трансформироваться, меняться и получили известный нам сегодняшний вид. Здесь мы видим, что нет, никаких углов практически не осталось. Разве что буквы 4 или 1. В общем, это что касается цифр. И цифры, которые сейчас используют арабы, это вот эти цифры. И здесь, в принципе, ничего сложного, просто вот эта единица соответствует единице. Это 2, это 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 0. 0 у нас не кружок, как мы привыкли, а к точкам. Так, и сходство между этими цифрами. 1, единица похожа, двойка. Здесь как бы рога 1, 2. Здесь мы видим рога, здесь уже 3, как 3 зубицы. и 4 у нас похоже на русскую букву Е, или русскую тройку перевернутую обратно в сторону пожертвовую. Так, 5 похоже на кружок. Далее, 6 похоже, больше похоже на русскую семерку, но также она похожа на арабскую двойку. если в случае с двойкой у нас вот это вот этот отросток скажем так направляется вправо, то шестерка влево. Вот эта стойка у нее в сторону, а не прямо под самой буквой. Так, вот эта ножка, она немножко идет наружу. Буква 7, буква 7 похожа на английскую В. Буква 8 похожа на русскую В. Буква 9 похожа на ручную 9 и 0. Это точка. Так, для того, чтобы назвать, для того, чтобы сохранить название и запомнить название этих букв, можно просто заучивать, глядя сюда, сюда. также для того, чтобы нам было проще запомнить, можно писать даты рождения родных в семье, номера телефонов, номера автомобилей, то есть практиковаться в написании этих цифр, пока мы не будем относиться к этим цифрам, так же, как относимся к этим, то есть не задумываясь, мы распознаем их. Так, это что касается внешнего вида, то есть мы можем просто назвать их 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее, то есть как и называем в русском языке, но при этом будем их узнавать, то есть если мы скарим 12, это будет 1, 2, 34, то есть мы можем назвать их русскими названиями, однако у них есть свои арабские названия, и цифра 1, это у нас 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, и 0, цифр, цифр, и само слово цифры, оно происходит от арабского слова цифр, то есть 0, и думаю, не нужно говорить о значении 0, благодаря арабам весь мир, скажем так, совершил прорыв в области математики, и в частности благодаря ничему, то есть 0, это у нас ничего, но это ничего играет очень важную роль. Все сегодняшние компьютерные технологии, компьютерные программы основаны на математических кодах, и немаловажную роль играет в этом 0. Так, в общем, это что касается арабских цифр, историю, это все вы можете прочитать, это было как бы разминкой, скажем так, но это нас интересует вот это, вот этот вид этих цифр, которые сегодня называют арабскими цифрами, арабы используют их в Куране, в хадисах и так далее, но сейчас они начали использовать в своем языке вот эти, как и весь мир, но читая Пуран мы будем сталкиваться с этими цифрами, поэтому нам надо будет их выучить. Арабские названия их учить не обязательно, но если у вас есть желание, возможность, то можно будет их запомнить. и на этом в принципе все, на этом арабские цифры у нас, мы завершили их разбор, если остались вопросы, иншаллах, постараемся ответить на них. На этом наш опыт подошел к концу. Саламу алейкум на этом саламу алейкум